Всем привет! Я певица Алёша и с вами снова Алёша Мама Влог. В этом третьем выпуске я расскажу о последних месяцах беременности и о родах. Последние месяцы беременности первые. Это было, конечно, и смешно, и сложно. Потому что когда ты уже не можешь ходить, не можешь одеваться и валяешься по кровати, и плачешь от того, что ты не можешь ничего сам сделать, это и грустно, и смешно, я бы сказала, как минимум. Но это быстро заканчивается, так что не переживайте, скоро роды. И так как я была неопытная в этом плане, я ездила рожать три ночи подряд. Значит, в первую ночь почему-то мне показалось, что уже пора, мы поехали, и мне в роддоме сказали, что, извините, еще рано, может быть, завтра. Но так как мне сказали, что может быть завтра, где-то, наверное, сыграл у меня страх, и на следующую ночь я, собственно, произвела то же самое. Я поехала рожать. Но меня снова отправили домой и сказали, что может быть завтра. На третью ночь начала всех будить и говорить, что все, поехали, это уже точно. Все надо мной смеялись и думали, что я снова что-то не то поняла, не так поняла. Но все произошло именно в эту третью ночь. Вот рожала я долго, достаточно 12 часов, бывает, конечно, и подольше, но мне казалось, что прошла целая вечность. И могу просто сразу сравнить первые и вторые роды. Первые были сложными, скорее всего, потому что ты боишься чего-то неизвестного и воспринимаешь этот процесс несколько плоско и поверхностно, потому что ты концентрируешься на своих ощущениях, и тебе все это кажется каким-то страшным, неизвестным, поэтому все тело приходит в полную панику. Но во второй раз я настроила себя совершенно спокойно, воспринимала это как что-то должно произойти, что изменит весь мир. Что-то очень чудесное, очень глубокое, очень таинственное, то, что даровано свыше. И все эти мысли, они мне очень помогли. Именно поэтому мои роды прошли за 3 часа, 2 часа схваток и 1 час родов. Все успешно, все хорошо. Самое главное, в хорошем настроении и без всяких страхов. Алеша, мама, влог! Ок-ок! Могу вам просто посоветовать, наверное, настраиваться на то, что это совершение чего-то сверхъестественного, потому что даже медицина еще до конца не понимает, как все это происходит, почему это все происходит, как развивается плод и так далее. Потому что это настолько огромное чудо, которое какими-то материальными вещами еще очень сложно объяснить. Ну, сегодня, на сегодняшний день в нашем веке. Первое неизвестное, что меня насторожило, это то, я извиняюсь, я буду говорить своими словами, это то, чем какает ребенок. Когда я увидела это первый раз, я запаниковала, начала звать сразу докторов и спрашивать, что это, как это, сделайте что-нибудь. Но мне объяснили, что это так называемый меконий, который темно-темно-зеленого цвета, очень густой консистенции. И это совершенно нормально. Это выходит то, что ребенок кушал еще в утробе. Поэтому здесь ничего плохого нет. Это хорошо, все нормально, ребенок здоров и все счастливы. Я не думала, что я когда-то буду рассказывать про какашки. По поводу родов рядом со стоящим мужем, я очень боялась этого момента и не пригласила Тараса на первые роды. Но на вторые роды случилось так само по себе, я этого не планировала. Из-за того, что роды произошли достаточно быстро, никто не ожидал такого быстрого решения этого вопроса, поэтому Тарас просто не успел уйти. Он просто подвез мне несколько вещей, которые мне еще нужны были. И совершенно случайно остался в родзале. И уже начались роды, я его схватила за руку, и он уже просто не смог уйти. Теперь, кстати, я закончила кормить и могу позволить себе пить все, что я хочу, и есть все, что я хочу. Ура! Безалкогольная мохито. Я знаю, и у меня даже есть такие подруги, которые боятся рожать, ну, боялись рожать, потому что они были беременны, там, в первый раз, в второй раз. И с первого раза они боялись рожать тоже. И некоторые из них договаривались с докторами, чтобы им делали кесарево. Хочу сказать о том, что ребенок, он же не просто так рождается именно естественным путем, запланированно. Если у вас нет никаких противопоказаний к тому, чтобы рождать естественным путем, то нужно, конечно, естественным путем и без всяких эпидуральных анестезий, потому что ребенок тоже проходит своеобразный путь, подготовку к появлению в этом мире. Это смены давления и так далее. Он проходит определенную подготовку тела к восприятию уже этого давления, воздуха, легкие и все остальное. Почитайте об этом. Это очень серьезная вещь. Я считаю, что все-таки лучше рожать естественным путем, подготовьтесь. Не знаю, если вы боитесь, походите на какие-то курсы к психологу и так далее. Но лучше все-таки так, как задумала природа. Могу сразу добавить свой ответ на вопрос, который был в комментариях, что хочу детей, но боюсь рожать. Если вы хотите детей и определились с этим определенно, то и страха никакого не будет. Страх может быть в нескольких случаях. Если вы не уверены в своем партнере, если вы не уверены в том, что он будет хорошим отцом, или если вы просто еще не готовы стать мамой. Итак, девчата, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал. И до следующей встречи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok